Екатерина Метелец, это журналист, как я вам писала, автокниг и колонн журналов и газетов. И она хотела вам сделать небольшой рассказ на тему, как подготовить интересную историю. Привет, здравствуйте, меня слышно, да? Да, очень хорошо, спасибо. Хочу, во-первых, сказать, что мне невероятно нравится то, чем вы занимаетесь, по-моему, чудесный проект. И две минуты, хронометраж ролика, который предлагается вам, это, по-моему, прекрасное время, идеальное для того, чтобы сделать некое сообщение художественное, публицистическое, которое как раз будет держать внимание. Две минуты – это время очень хорошее. Но и даже за две минуты можно сделать историю интересную, можно не очень. И я вот думаю, какой основной рецепт того, как сделать именно интересную историю. Надо держать, по-моему, в голове эту цель. То есть надо все время напоминать себе, что вы не просто делаете какой-то материал, какой-то доклад, какое-то сообщение, такое рабочее. А вы делаете интересную историю, которая интересна, прежде всего, вам самим, а иначе нет смысла. И рассказываете вы ее, ну, как рассказывают, ну, скажем, анекдот, да? То есть вы все время держите внимание тех, к кому обращаетесь. И здесь обычные драматургические законы работают. Вот, ну, то, что вы наверняка знаете, завязка, кульминация, развязка, обязательно где-то должна быть какая-то экспозиция, ну, вы знаете, что это, да? Ну, просто объясните, что это за место, где вы находитесь, буквально, география. Но что касается последовательности вот этих вещей драматургических, вот завязка, кульминация, развязка, здесь это не обязательно именно в такой последовательности. Есть композиции, ну, так называемой пирамидой, перевернутой пирамидой. То есть история либо начинается так спокойно, а потом вдруг становится к самому концу интересной, либо сразу заявляется, что, о, это интересная история, и потом она уже рассказывается, и мало значительные какие-то детали все относятся к концу, так как, правило, строятся газетные материалы. Броски заголовок, подзаголовок, даже иногда краткое содержание, а потом уже подробности. Ну, в вашем случае можно выбрать и то, и другое. Но главное, особенно все-таки сначала так все-таки, ну, насыщать эту историю, не делать ее неинтересной с самого начала. Она должна держать внимание все время. Но даже если какое-то событие у вас отнесено к концу, вначале может быть такое эмоциональное наполнение. Например, вы рассказываете о местах, которые вам дороги. Есть масса средств и словесных, и визуальных как-то показать, что вы не просто про бездушное какое-то дерево рассказываете, и какую-то местность, а про что-то, что вам дорого. И, конечно, вы можете все это показывать через себя, через свои эмоции. Но в то же время и какая-то компетентность, какие-то термины ботанические тоже могут быть. Вы можете, конечно, употреблять латинские названия. Это всегда очень подкупает. Если есть проблемы с тем, как произносятся эти латинские слова, можно проконсультироваться. Но мертвый язык с ним есть проблемы. Но есть консультанты, могу даже я помочь. И вы можете писать закадровый текст, а можете сами быть перед камерой. Как на телевидении это называется, стендапы, да, когда выходит журналист или автор документального фильма. Вы даже можете что-то показать в руке у себя, какие-то детали, может, насекомое или листик. Ну и от чего лично я бы вас предостерегла, это от излишней, ну, если использовать жаргон, ну, прелести, что ли. Это то, чем часто грешат тексты о природе и даже те, которые вы, возможно, читали в школе. Когда автор впадает в какое-то умиление и без всякой меры использует художественные средства выражения, да, все эти метафоры, сравнения, и зачастую перебарщивает. Их использовать, конечно, можно, но очень аккуратно. И зная меру. Вообще простой язык, он всегда подкупает больше. Но это уже искусство. Скажите, меня слышите? Я как бы сделала паузу. Да, очень хорошо слышно. Ну вот, это было то самое, видимо, двухминутное или какое-то еще короткое сообщение, которое я себе так наметила. Но, может быть, какие-то есть вопросы, я на них ответила бы. Обойди, обойди сюда. Да, нас слышно, Катя? Очень хорошо. Хорошо, отлично. Вот сейчас зададут вопрос. А вот когда мы делаем видео, нужно обязательно появляться в кадре человеку? Ну, я не диктую условий, да? Я не знаю, какие они есть. Я просто представляю себе эти фильмы. Мне кажется, совершенно не обязательно. Ну, как все документальные фильмы, да? Вы же видели много их. Где-то появляется человек, где-то не появляется. Где-то появляется его голос именно как живой, а где-то явно понятно, что записано за кадром. Мне кажется, это возможно. И то и то просто надо понимать, что возможность это есть. Екатерина права. Не обязательно появляться в кадре. Можно просто голос за кадром. Спасибо большое. Ну, если вдруг хочется, то можно, наверное. Хорошо. Можно я задам вопрос? Я просто думала, что, может быть, кто-то из детей задаст. Но вот у меня есть один. Скорее всего, наши дети будут это делать в английском языке. И, ну, я думаю, что, наверное, разницы в том, как они будут описывать, то, что они видят, и то, как они будут строить свое изложение, наверное, особо нет в английском и в русском языке. То есть они в любом случае это сделают либо переводным способом и сохранят основное содержание. Но все же могут быть какие-то различия, или мы не должны вообще волноваться об этом? Или, может быть... Ирина, я не поняла вопрос. Расскажите, пожалуйста. Поясните еще раз, что значит различие? То есть если ребята будут писать свои истории на английском языке, то есть, вернее, снимать видео на английском языке, будет ли какое-то различие в том, как излагать эту историю? И они могут это сделать так, как просто захотят? Нет, они могут это сделать, как захотят. Хорошо. Спасибо. Но можно я скажу, это совсем другой, кстати, очень интересный опыт. Английский язык гораздо более точный. Вот все замечают, что если хочешь выразить свою мысль точно, но иногда просто хочется использовать английское выражение. И это такой опыт какой-то дисциплины, ума может получиться отличный. А вы будете накладывать субтитры? Или это лишнее? Это было бы прекрасно, да. И, ребят, ну, все зависит от того, насколько наши ребята умеют это делать. И если они смогут технически это выполнить, ну, почему нет? Это было бы отлично. Да, это хороший опыт, по-моему. Даже сравнение языков. Но это технически не так просто, да. Можно задать вопрос? Вот смотрите, если снять видео, ну, на русском языке, чтобы мы говорили, и потом наложить английские субтитры, так же возможно? Можно вообще подготовить видео только на русском. А, можно. Да. Хорошо, спасибо. Да, я хотела пояснить. Видео, если вы только хотите, должно быть на английском. С русской стороны видео должно быть на русском. Мы просто попробуем его очень быстро перевести и наложить поверх еще... Не поверх, а параллельно еще и английский перевод. Он будет не такой точный, но просто чтобы американские ребята могли понимать весь фильм. Потому что вряд ли мы успеем наложить за очень короткое время субтитры. Но перевод мы сделаем. Поэтому вы не делайте на русском языке. В лицее 61 дети специализируются на изучении английского языка, поэтому им интересно в рамках этого класса сделать свои доклады на английском. Да, еще я забыла, пожалуй, сказать одну вещь. Не знаю, насколько это необходимо. У вас может возникнуть некая проблема с развитием истории. То есть, допустим, ну, представляю, условный лес. И с ним сейчас что-то происходит. Но у вас нет съемки, которая показывает, что было с этим лесом, ну, допустим, когда он еще был прекрасный, там, зеленый, благополучный. И вот это вот вызов. Тут надо что-то придумать обязательно. Можно использовать фотографии, я думаю. Можно использовать, наверное, еще фотографии, но какого-то очень похожего места. Но здесь возникает вот этот тонкий момент работы с источником. Она должна быть очень аккуратная. И ни в коем случае нельзя, как мы привыкли, может быть или нет, к счастью, брать все, что плохо лежит в интернете. Надо обязательно брать все материалы, у которых очищены права, и ссылаться. Обязательно делать правильные ссылки. И также с музыкой, которую вы будете накладывать. Вот хорошо, что есть это предупреждение. То есть нельзя брать все, что вам кажется подходящим. Хотя есть вот эти музыкальные стоки, открытые там исполнения, классики какой-то, которые можно использовать бесплатно, разрешено. Или надо договариваться. Можно сделать собственное исполнение. Это вообще здорово. И указать, кстати говоря, что там музыку исполняет участник проекта. Почему нет? Да, это правильное замечание. Если вы даже хотите свою песню сочинить на тему леса, было бы вообще замечательно. Екатерина, а у меня к вам вопрос. А вы не можете порекомендовать ребятам какие-нибудь источники литературные или публицистические на тему леса, которые интересно прочитать и которые показывают, как можно хорошо писать? Ой, ну очень много, но какие-то авторские. Во-первых, мне страшно нравятся просто журналы. Ну, National Geographic, экологические. Там прекрасные авторы бывают. Если ты говоришь о научных публикациях, там просто читать и читать, и смотреть, там потрясающие съемки. А если, ну, литературные, ну, мне нравится, например, но это не подходит к теме, но из русских писателей мне страшно нравится Солоухин. И у него, например, очень явно видно тексты не очень хорошие, когда он просто, ну, по-моему, отчасти фальсифицирует вот это чувство патриотизма через Родину, да, какой-то, какая-то фальшь идет. А потом он пишет про вещи, которые ему страшно нравятся самому. Такие, ну, какие-нибудь грибная охота. И тут такая подлинность и такая великолепная художественность чудесная. Ну, Набоков, Бунин, вот у них очень хорошо видно, что люди понимают то, о чем пишут. У них огромное, например, количество названий конкретных. У них нет никаких безымянных травинок или птичек. Они всегда знают, кто это. И это невероятно подкупает и делает текст гораздо более качественным и подлинным. Но это отдельная большая тема о том, как разные литературные стили работают с описанием природы. Здесь, конечно, все попроще, попрозрачнее. Я бы ориентировалась действительно на журналы и хорошее документальное кино. Екатерина, а можно я вас попрошу прислать нам отрывки из Бунина или указания на произведение и других писателей, которые вы только что упомянули, чтобы мы просто могли поместить эти отрывки на интернете. И я думаю, что это не считается, что мы воруем материал, потому что мы имеем право это делать. Да, да, но это, конечно, именно не для более широкого смысла, просто для интереса. Да, конечно. Мы можем создать какую-то группу и обмениваться. Да, хорошо. А есть еще вопросы из школ? Я даже прислала бы тексты, которые, я считаю, возмутительно плохие. И даже предложила бы это, может быть, обсудить. И они в школьной программе именно. Можно вопрос еще один? Какой крайний срок вообще создать все это видео вместе с этими фотографиями, всей информацией в законченном виде? Вы знаете, в принципе, проект у нас длится до конца июня, потому что у нас здесь многие школы, у них каникулы начинаются в конце июня. Но мы хотели изначально до 15 мая получить эти работы, если вы хотите участвовать в соревнованиях на лучшую работу. А если это не так важно, то до конца мая мы бы хотели получить эти работы. Алло? Хорошо. Лена, а можно также вам задать вопрос? Да. Я не знаю, какие источники наши дети на английском языке могут использовать? Кроме National Geographic мы, в принципе, смотрели какие-то фильмы, может быть, статьи каких-то авторов, которые бы им тоже подсказали, каким образом строить свою историю на английском языке, не ошибиться, когда они начинают переводить с русского на английский. Вы знаете, я не могу сейчас ответить на этот вопрос, но я обязательно отвечу. Я пошлю вам отдельный e-mail и еще пошлю Екатерине, которая Екатерина Александрова, чтобы она разослала всем остальным школам, которым это интересно. Хорошо, спасибо. Вам спасибо. Есть еще вопросы? Алло? Ну, хотите, я еще могу добавить то, что я забыла, пожалуй, сказать. Даже в таком коротком тексте, как и в любом другом, надо стараться не употреблять штампы, клише. Особенно если вы хотите сказать, ну, хотя бы чуть-чуть менее стандартно, чем в простом сухом тексте. То есть никакие эти дремучие леса и такие заезженные тропы, они не работают. Надо стараться говорить что-то искреннее, вот проверять каждое словосочетание на подлинность, что ли. И тогда это будет качественный текст. То есть если роща была светлая, надо как-то удостовериться, что она была действительно светлая. А это не просто такое привычное словосочетание. А если она была удивительно светлая какая-то, это была поразительна для нас, то можно даже сказать, что это как-то более красиво, чем обычно. Екатерина, действительно, давайте вы тоже пришлете нам плохие примеры, потому что я думаю, что это тоже, и мы поставим их на сайт, потому что я думаю, что это тоже очень интересно. Я могу прислать один текст, который просто перенасыщен примерами того, как, на мой взгляд, не надо писать, потому что это просто криминально. А у меня еще вопрос ко всем. Что бы вы хотели услышать от Екатерины, или как бы вы думали, что она могла бы помочь ребятам в построениях историй? Ну, во всяком случае, я могу дать свой имейл, и пишите мне, сколько угодно. Можно еще один вопрос от нас? Да. Ну, вообще, двухминутное видео, да, оно все равно не такое большое, оно все-таки короткое очень, должно быть сжатое по изложению. Вот если смотреть в процентном соотношении, вот они идут в этот лес, они фотографируют, сколько, как вы думаете, должно быть в нем описание, сколько научной составляющей и, собственно, самой гипотезы, сколько вот какого-то внутреннего душевного вклада, чтобы в итоге это видео двухминутное, оно получилось очень органичным и понятным. Я думаю, что это очень трудно ответить на этот вопрос, потому что это зависит от конкретного случая. Важно, чтобы вы, как вы видели, наши призы, они в разных категориях, поэтому в зависимости от того, сколько вы вложите у души или сколько вы вложите научных фактов, вы можете, наверное, получить премию в одной или другой категории. Поэтому я думаю, что вы видели наши требования о том, чтобы все-таки была раскрыта тема леса и о том, что вы видите, но это может быть сделано, мы поэтому и пытаемся, потому что ребята, они, по-видимому, могут придумать более интересные истории, чем мы, потому что они молодые и веселые, и умные. Поэтому я бы не хотела вот так говорить, сколько процентов того, сколько процентов всего. Мне кажется, что это зависит от того, что человек придумывает. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. Есть ли еще вопросы к Екатерине? Тогда я думаю, что мы можем закончить этот звонок. И Екатерина даст свой e-mail, если есть какие-нибудь вопросы, она ответит на них, и она пришлет нам ссылки на интересные, хорошее описания природы и леса, и очень плохие описания. И мы сможем, и мы поставим это на наш сайт, а для ребят, которые хотят делать на английском языке, мы пришлем отдельные ссылки, и, может быть, даже их тоже поставим на наш сайт. И если вам нужны ссылки, просто ссылки на какие-то другие источники и работы, Екатерина подумает, и мы тоже их поставим на русскую страничку сайта. Хорошо, большое спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Спасибо.